Добрый день! Здравствуйте! Вы смотрите канал Инстафорекс ТВ, студии я Екатерина Недачина и я Ольга Витковская. Это комбинированный обзор фондового и валютного рынков за прошлую неделю. Что можно сказать о трендах на Форекс на прошлой неделе, Екатерина? Евро достиг 11-месячного максимума против доллара США в пятницу. Как вы считаете, по какой причине? Фоном могли стать ожидания выплаты европейскими банками трехлетних займов, выданных ими ЕЦБ. Евро торговался на уровне в 1 доллар 34,54 цента США после отметки четверга в 1 доллар 33,18 центов. Внутридневной максимум составлял 1 доллар 34,79 центов США, что стало самой высокой отметкой с февраля 2012 года. Аналитики связывают рост единой валюты с тем, что европейские банки собираются выплатить крупный заем, выданный им ЕЦБ в декабре 2011 года в рамках программы долгосрочного рефинансирования ЛТРО. ЕЦБ заявил, что 278 банков намерены вернуть 137,2 млрд евро 30 января. Кроме этого, поддержку евро оказал отчет Института АФО, согласно которому индекс делового климата в Германии неожиданно продемонстрировал сильный рост в январе. Индекс доллара ICI ослаб до 79,762 пункта, 79,974 пункта, зафиксированных в четверг. В пятницу значение индикатора достигало уровня 80,51 пункта. На американский доллар также оказал давление отчет Министерства торговли США о сокращении продаж на первичном рынке жилья на 7,3% в декабре. Относительно японской иены американская валюта стоила 90,94 иены после уровня четверга в 90,38 иен, тем самым достигнув максимума июня 2010 года. Премьер-министр Японии Синдзе Абе оказал давление на Центробанк страны с целью еще большего смягчения монетарной политики и повышения целей по инфляции до 2%. Однако слабевание иены уже насторожило торговых партнеров Японии, которые опасаются, что низкий курс японской валюты уменьшит их конкурентоспособность на мировом рынке. Это все о валютных трендах на Форекс. Спасибо, Катерина. Пожалуйста, а что можно сказать о фондовом рынке? На фондовом рынке США в пятницу наблюдался повышательный тренд. И что вызвало рост? Рынок повышался благодаря позитивным отчетам Procter & Gamble и других корпораций. Так, акции Procter & Gamble подорожали на 4% после того, как производитель потребительских товаров сообщил об увеличении прибыли во втором квартале сильнее ожиданий, а также о росте продаж и повышении прогноза по прибыли на текущий финансовый год. Бумаги Procter & Gamble показали самый лучший результат в расчетной базе индекса голубых фишек. При этом котировки Apple снизились на 2,4% на фоне слабых финансовых результатов. В среду вечером корпорация публиковала разочаровывающую квартальную отчетность. Это повлекло снижение некоторыми экспертами целевой стоимости компании. Apple потеряла 59,9 млрд долларов США в своей рыночной стоимости в ходе торговой сессии в четверг и уступила первое место по рыночной капитализации ExxonMobil. У меня все о фондовом рынке. Спасибо, Ольга. Пожалуйста, Катерина. Вы смотрели недельный обзор валютного и фондового рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами были мы, Ольга Витковская. И Катерина Недачина. Всего доброго. До свидания. До свидания.